Это Красная Горка, когда... А зачем? Для блога. Для истории, да. Когда Красная Горка, то есть после Пасхи, через неделю начинается эта Красная Горка. То есть всем разрешается залезать на колокольник. Если вы не испытали это ощущение, когда ты стоишь под колоколом, и вот этот звук идет на тебя, то рассказывать вам об этом бесполезно. Надо это почувствовать. И вот я однажды была в одном монастыре мужском, у них была реконструкция колокольни, поэтому они все колокола спустили вниз, просто повесили на деревянные там балки. Каждый мог на эту Красную Горку приходить и звонить в эти колоколы. И вот когда ты звонишь, и вот этот звук колокольни идет на тебя сверху, он тебя обволакивает, и ты совершенно по-другому начинаешь себя ощущать. То есть звук он одновременно и лечебный, и какой-то совершенно волшебный. Короче, я решила сделать звонницу, чтобы каждый желающий, не дожидаясь там Красной Горки, мог звонить в эти самые колокола. Вот, поэтому у меня таких конструкций сейчас уже существует несколько. Но можно здесь сделать аналог, да? Вот такие вот конструкции. У меня там на сайте есть одна, или две. Ну, здесь у меня условно какая-то такая, то ли это голова, то ли это побольше. Вот, здесь билы у меня висят, здесь билы висят. Билы – это металлические такие пластины, они очень музыкальные. Мне удалось поработать с кузнецом, и он мне сделал их очень красивый звук, такой малиновый от них и сходит. Так вот это вот не путайте. Билы – конструкцию держит. То есть, во-первых, это интерактивная вещь, то есть у нее можно играть, с ней вообще какие-то действия производить. Потом… Ой, слушай, не фотографируй, так коряво получилось, я потом привычно что-нибудь нарисую. Просто, чтобы понятна была идея, смысл. А как в землю они идут? Они устанавливаются, здесь специальные такие лыжи на них делаются, тоже из бревен, даже можно сделать такой сруб, чтобы она была очень устойчивая. И вот в этой конструкции у меня вообще здесь сделаны вот такие ступени. То есть мы вкапываем в землю эти бревна? Нет, вкапывать нельзя, это все будет очень быстро, это все будет очень быстро, змеет. Лыжи сделают, понимаешь? У меня вот, например, конструкция вот такая, то есть вот такие ступени, которые сейчас в Ферапонтово, она прямо там стоит в деревянной церкви, ступени, они все на штырях пронизаны, они широкие эти ступени, и за счет этого она как на лыжах стоит, и как бы вот никуда не девается, и достаточно устойчивая.